Есть ли у нас в Николаеве какие-то аварийные школы? Или которые под вопросом стоят аварийности? У нас под вопросом это детские сады, 67-й и 130-й. Мы сейчас занимаемся специализированной организацией. Осуществляют проверку технического состояния этих учреждений. И хотим еще проверить, 50-й школу, 24-й и 53-й именно год начального года. Почему именно вопрос возник с этими школами и детскими садами? Что там? Почему подозрения возникли? В зданиях остальных школ у нас, скажем, есть недостатки в межпанельных швах. Но они просто требуют ремитизации. Они не влияют и не являются аварийными. И, естественно, их потерять из-за того, что межпанельные швы требуют ремонта. Часть этих учреждений, часть этих объектов включена в перечень объектов, которые через департамент энергоэффективности на следующий год будут термосонированы и будут осуществлены определенный вид работ. По остальным, о которых я сказала, 60 секунд, я писал 130-е, там бунты нас не устраивает. Кто? Бунты. Заключение, потом ориентироваться, какой перечень работы нужно будет сделать. А сколько денег выделено на вот эти работы? 5-20 тысяч рублей. Это предусмотрено на сколько или вовсе? На 6 садов. То есть на 2 детских сада? На 2 детских сада и 4 садов. И везде будет вот это геодезическое, вот эти все... Нет, просто дам, да, и по 24 тысяч рублей, остальные не требуют геологические. А что там будет? Нет, будут обследованы конструктивные элементы, но геология, геодезия там не будет. Вы сказали гунты, это вы имеете в виду, там пол поднимается, в чем вот признаки внешние, что вот надо там? Кто это сказал, что нужно? Нет, не поднимается. Нет, не поднимается, наоборот. Ага, про себя. Спасибо.